Более 10 лет в муниципальном центре спорта поселка Совхоза имени Ленина существует секция бокса. Сейчас ее посещает более 40 человек. По мнению тренера Александра Алфимова, главный секрет воспитания чемпионов прост и сложен одновременно. Ну, прежде всего, это дисциплина обязательно. Посещение тренировок, как бы, без этого никак. И самое, чтобы желание было у него, у самого ребенка. Дисциплина, желание и характер тоже, что внутри присутствовал. Недавно воспитанник центра спорта, 11-летний Анатолий Смирнов, принял участие в турнире «Ударная сила. 7 легенд». Это серия соревнований, названных в честь знаменитых боксеров. Анатолий занимается боксом с 7 лет, пришел в этот спорт, имея перед глазами авторитетный пример. Бокс – это очень интересный спорт. В нем ты укрепляешь свое здоровье, физику. Ну, еще я захотел заниматься боксом, потому что мой папа в молодости им тоже занимался. На соревнованиях Анатолий одержал 7 побед во всех 7 турнирах. Теперь он обладатель чемпионского пояса, что стало предметом гордости в том числе и для родителей. Ведь они тоже внесли немалую лепту в эту победу. Многие родители заблуждаются в таком возрасте, приводят к тренеру, отдают ребенка и считают, что он должен вырастить из него чемпиона. Это в совокупности работа. Тут надо и родителям прикладывать очень много усилий к этому, то есть наблюдать, смотреть, какие-то наставления давать дополнительные. Эта победа совсем не повод для молодого боксера загордиться и задрать нос, ведь у него довольно амбициозные планы. В дальнейшем я ставлю себе огромную цель завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. А тренер сделает так, чтобы на пути к этой цели Анатолий не останавливался ни на минуту. Турнир сейчас открылся, вот там тоже пояс разыгрывают, сейчас поедем туда его возьмем по-любому. И здесь еще пару поясов надо, чтобы ребята сейчас выиграли. И все, и ждем возраст, только 13 лет, и едем на все российские соревнования. Настрой тренера передается и его подопечным, а значит можно быть уверенными. Они еще не раз порадуют земляков спортивными трофеями. Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.